итак добрый день дорогие мои друзья мы продолжаем наш курс кройки и шитья очередной урок посвящен ответом на ваши вопросы вернее на один вопрос елена дьякова прислала вот такую вот картинку я постараюсь выложить ее прикрепить к видео чтоб вам было видно когда буду делать монтаж и попросила рассказать как же обойтись без бокового шва вот в таких вот пиджачках на этот раз наша задача гораздо проще чем была предыдущая потому что там была очень нестандартная фигура к широкими бедрами с большой разницей между полуобхватом груди и полуобхватом и полуобхватом бедер а здесь посмотрите она написала свои мерочки это было 50 40 54 то есть разница между грудью и бедрами всего 4 сантиметра нож никак не 19 и поэтому мы в нашей работе будем пользоваться нашим достаточно стандартным лекалом с чего мы начинаем всегда нашу деятельность конечно с технического задания перед вами яркий пример технического задания который бы я ожидала увидеть от елены яковой если вы мои дорогие захотите точно так же как она прислать мне какие-то свои вопросы чтобы я рассказала вам крой что-то еще рассказала пожалуйста прошу всех и обращаюсь ко всем вам одинаково начинайте с технического задания мне нужно нужно объективная картина мне нужно четко поставленные ваши задачи здесь я вижу цель это худо это технический эскиз того же кита который бы елена диакова хотела сконструировать и это полочка эта спинка здесь я вижу точно ее мерки я могу сделать анализ прогнав по шести вот этим правилам правильно снятых мерок да и конечно мне нужно выбрать прибавки в идеале это описание ткани из какой мы хотим делать вот это изделие для того чтобы правильно и поточнее выбрать прибавки раз и конечно же если вы достаточно особенную фигурку имеете то фотографии вашей фигурки с трех сторон на светлом фоне в обтягивающей одежде вот собственно говоря и мое вступление разрешите на этом закончить и попросить у вас прощения потому что когда я готовилась к этому уроку у меня было тихо и я была рада и светло сейчас у меня началась стройка за забором ну вот прошу прощения я думаю это не очень сильно нам помешает или урок или опять неизвестно на когда и откладывать потому что стройка идет постоянно где писать студии особенной у меня нет никакой сами понимаете что работаем так как можем работать ну я думаю качество то информации которую получаете от этого страдает не очень сильно и так мои хорошие смотрите что мы сегодня хотим сделать мы хотим построить вот такой жакет у которого четкий плечевой пояс скорее всего это мы по фотографии видно это какой-то жакет на подкладке у него английский воротник первая пуговочка у этого воротничка находится гораздо ниже чем линия груди вот эта линия груди вот где то здесь находится линия талии значит но не на линии талии я бы сделал ее немножко выше для того чтобы для того чтобы было все таки вот это место более жестким что ли таким более сконцентрированным не разваливался вот это вот обратите внимание что если первую пуговочку выбираете достаточно низко на уровне талии то при наличии нормальных грудных желез вот эта вещь она здесь будет всегда распахиваться в том случае если ваши прибавки маленькие если ваши прибавки маленькие они делают вас уже и вы себе нравитесь хорошо но если ваши прибавки маленькие тогда нужна жесткая конструкция тогда пуговочку надо делать повыше а если вы не хотите делать пуговочку повыше а все-таки оставляете ее первую пуговочку на талии значит ваши прибавки по груди должны быть достаточно большие и прибавки талия не должна быть ярко выражена то есть это должен быть жакет по типу мужского жакетика такого вот свободного свободного что еще хочется здесь сказать значит здесь представлен ну как я уже говорила в точной рукав у него точной рукав двухшовный первый шовчик он расположен близко к стандартному и его здесь не изображают обычно его не видно да а второй шовчик это всегда задний локтевой перекат куда открывается вот это наша локтевая выточка и оформляется вот здесь какая-то шличка или ее имитация вот так что здесь мы можем наблюдать на грудная выточка куда переводить есть здесь есть два вот таких вот рельеф чека которые выходят из проймы круглых рельефа овальных рельефа да куда прячутся талиевые выточки и самое-то главное о чем попросила наш лена якова да что она бы хотела вот этот жакет скроить без бокового шва и картинка которую я вам показывала в начале она так и выглядит то есть мы сейчас должны будем убрать вот этот боковой шов а та талиевая выточка которая была в нем заложена ее нужно будет объединить с талиевой выточкой передней нагрудную выточку нужно будет перевести вот в этот вот подрез который заканчивается входом в карман видите когда входом в карман это бурдомоден любит такие модели это вся наша промышленность любит модели такие да но их не любит ваш покорный слуга галина леонидовна почему мои хорошие да потому что если вы сделали перевод вот этой нагрудной выточки вот в этот подрез а у него вот такая сложная конструкция это буква г 1 2 и это уже клапан вот здесь у нас идет да то при желании как-то поменять потом раствор вот этой выточки сделать чуть побольше сделать чуть поменьше нам уже будет весьма проблематично то есть это сделать бывает трудно потому что здесь меняется и вот эта линия за ней идет другая и тянется за собой тянет за собой много других возможно неприятных не всегда приятных для вас вещей вот так сейчас мы закроем эту картинку чтобы она нас не смущало то есть мы теряем мобильность это первое почему я не люблю такие выточки нагрудные переводить вот сюда второе вы прекрасно знаете что технологическая обработка вот этого уголочка она весьма непроста и требует достаточно хороших ваших навыков как портной потому что здесь вы практически не остается припуска на шов там надо уходить буквально в 0 1 и делать это все тщательно аккуратно и неопытные пальчики они не всегда легко могут укреплять естественно дублерином и неопытные пальчики не всегда могут с этим справиться вот поэтому я это не применяю но выполняю просьбу свою под и своей подписчицы я расскажу как это сделать и так возвращаемся к нашему техническому заданию всю цель мы с вами разобрали наши цели что на спинке средний шов по спинке опять же вот эти рельефчики идут из проймы и отсутствие при этом бокового шва переходим к прибавкам прибавка по груди если это прибавку по груди я бы сделала для такого же кета он не будет у нас очень узким он и на картинке изображен достаточно свободным то есть моя прибавка по груди это было бы минимум 4 5 сантиметров я бы построила выкройку чтобы по груди у меня было 50 плюс 4 или 5 50 4 55 сантиметров готовом виде да прибавка по бедрам конечно нужна прибавка по бедрам жакетик достаточно длинный он закрывает доходит до середины ягодицы прикрывает эти ягодицы да значит прибавочка по бедрам тоже должна быть нулевой она быть не будет то есть это один может быть два сантиметра если это изделие относить если этот пиджак делать похожим на мужской дальше прибавка по талии смотрите вы не имеете права здесь сделать очень маленькую прибавку по талии то есть прибавка по талии в данной конструкции должна быть достаточно большая потому что размоделировать боковой шовчик объединить его с талиевыми вытачками передней и задней половинки будет тем труднее чем чем больше у вас разница между грудь талия и бедра поэтому прибавку увеличиваем я бы тоже взяла минимум 4 5 сантиметров ну и прибавка к рукаву это от 4 до 6 сантиметров пусть будет допустим 4 и мы сделали вот такой аккуратный рукавчик не широкий не широкий чтобы проймочка была повыше что плечевой пояс был хорошим строить базовую выкройку мы здесь не будем я для вас ее подготовила потому что мы умеем с вами это делать кто не умеет и видит это видео если вы впервые пожалуйста обратитесь к в плейлисте у нас есть модный приговор там мы строим вот это все в подробностях очень много видео этому посвящено я думаю что вы легко решите эту задачу и тоже научитесь строить вот такие вот наши базовые основы сейчас я опускаю построение базовой основы сегодня наша задача смоделировать смоделировать вот такое вот изделие у которого не будет бокового шовчика и так мы приступаем к работе и так мы приступаем к работе посмотрите давайте-ка проверим что тут у меня получилось с прибавкой по талии шестнадцать с половинкой так двадцать четыре с половинкой так тридцать шесть запомнили сорок пять ну прибавка пять сантиметров все хорошо меньше я не могу уже делать что у меня по груди выкройку я вот эту взяла конечно не строя я взяла свои заготовочки вот такие поэтому я не знаю что то у меня получилось я могу совершенно не выйти на те цифры которые мне надо мужчинка а тем не менее вот по груди у меня пятьдесят три с половинкой ну и пусть будет аэшо у меня по бедкам а по бедкам у меня пятьдесят шесть ну и посмотрите как у нас все как нам повезло пятьдесят четыре и плюс два мы выбрали прибавочку по бедрам получилось пятьдесят шесть но все хорошо а рукав чик ару катит наверно будет широковат но сегодня про руках мы говорить не будем да у руках прибавка шесть сантиметров у нас тридцать Мы хотели взять прибавку по обхвату плеча 4, но это нам сегодня не важно. Итак, начинаем. Смотрим вот сюда. Откуда у нас идет вот этот рельеф? Так как мы хотим в этот рельефчик спрятать вот эту вот большую нагрудную выточку, то я выбираю его в том месте, где у меня идет мерочка ШГ2. Давайте нарисуем еще сюда линию груди. И вот так у нас проходит линия груди. Вот это у нас мерка. Опускаем перпендикуляр из проймочки. Помните, да? Вот сюда. Это мерочка ШГ2. Это мерочка ширина спины. Вот эта мерочка, напоминаю, ШГ2. А вот эта мерочка, напоминаю, вот эта мерочка от середины спинки сюда. Это ширина спины. И вот в этом месте у меня должны быть расположены два вот этих вот полурельефчика, которые мы изобразили на техническом эскизе. Беру и произвольно начинаю их изображать. Посмотрите как. Сужаю немножко к талии, чтобы было красиво. И расширяю немножко к бедрам. То есть я читаю вот эту линию. Так, вы не видите, прошу прощения. Я читаю вот эту линию. Обращаю внимание на то, что расстояние по груди от серединки изделия до рельефа больше, чем расстояние по талии от серединки до рельефа. Значит, эта рельефная линия, ее несущая сторона, она сужается к линии талии. Берем пока. Ну вот мне кажется, я и мало это сделала. Попробую сделать почетче. Посмотрите, вот так положу свое лекало. Вот так положу свое лекало. Мне хочется так. То есть в любом случае вы начинаете всегда с того, что вы, как художник, выбираете место для своего вот этого вот будущего конструктивного элемента. В данном случае это у нас рельефная линия. И я бы сделала ее вот так. Несущая сторона, то есть от слова несет форму, мы выбрали вот таким образом. Я так захотела. Точно так же я повторю эту историю со стороны спинки. Намечу себе вот так, вот так, да. Сужаемся к талии. Вот это расстояние делаем уже. И повторяем как бы контуры немножко бокового шва. Уходим сюда. И оформим сейчас это все поярче. Не факт, что у меня эта история останется. Я как художник работаю и вы вместе со мной. То есть мы ищем с вами красивые линии. И в то же время, чтобы они нам позволяли очень качественно сработать с талиевыми выточками. Мы сейчас будем откладывать талиевые выточки. Будем их считать и будем их откладывать. Так уже 15 минут. Ну вот видите, как быстро летит время. И не успели начать, а надо уже заканчивать. Ну, значит будет две части на этой недельке. Вы заметили, что я стала выкладывать наше видео почаще, два раза в неделю. Поэтому процесс пойдет побыстрее. Я выбрала пока место для одной линии, для второй линии. И у меня еще есть средний шов по спинке. Значит я обязательно должна провести средний шов по спинке. Потому что в базовой конструкции он у меня не предусмотрен. Видите, вот эта линия прямая. Но если мы выбираем средний шов по спинке, помните, мы всегда до полутора сантиметров. Вот я откладываю сюда влево полтора сантиметра. Строим там талиевую выточку. Небольшую талиевую выточку. Куда мы ее сводим? Вверху к лопаточкам. Вот у нас уровень лопаток. Ничего не вычисляем. Ставим точку на среднем шве. И туда, пожалуйста. Вот так. А вниз куда мы ведем? Мы всегда ведем к линии бедер. Чтобы были прямые линии здесь, в среднем шве спинки никогда нельзя делать никаких овальных линий. Потому что фигура этому не соответствует. У вас такие же волны будут и на вашем изделии. Всегда линии здесь прямые. Ну вот, мои хорошие. Позвольте, я вынуждена сегодня на этом прерваться. Буквально коротенькая просьба к вам. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите свои вопросы. Оставляйте комментарии. Все это будет помогать продвигать наш канал. Видите, что просмотров у нас не очень много. Но мы надеемся, что мы выйдем. Мы уже вышли на международный уровень. Сегодня прилетело письмо не только из Америки, из Израиля, из Европы, от русскоговорящих женщин, но уже от англоговорящей нашей подписчицы, видимо, из Южной Африки. Поэтому проект становится международным. Будем потихонечку способствовать его развитию. Вот такая у меня к вам просьба. Ну все. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Продолжение следует.